всем привет с вами эльдар муртазин канал мобайл ревью и сегодня пятница мы сегодня говорим про apple все вы знаете я не хочу трогать презентацию которая была потому что она была настолько феерической как мне кто-то сказал что даже докопаться было тем муртазин не к чему и ты написал благостную вещь про эту презентацию вы знаете не хочется изображать ту самую субстанцию в проруби тот день за белых день за красных болтаться туда-сюда но я сразу хочу сказать что я написал ровно то что написал это не оправдание я сказал что для аудитории apple это отличная презентация ну во первых тим кук на фоне радуги это уже плюс миллион баллов в карму ты видишь тима кука который на фоне радуги ходят и презентует в начале и в конце чтобы знаете как в нлп методики закрепить у вас тим кук радуга тождественность apple радуга тождественность я не испытываю проблем с тем что у кого-то другие взгляды на жизнь ну вот правда не испытываю сейчас закрою глаза совсем чтобы было честно честно мне на самом деле да пока ко мне в задний карман не лезет тим кук за деньгами или зачем-то еще ну все нормально все вообще в порядке но вопрос про презентацию да он возникает постоянно почему так благостно отнесся к презентации ведь ничего не показали но слушайте показали на самом деле и мне кажется что это круто ну во первых до аймаки новые в разных цветах и это круто потому что аймаки выглядит хорошо ну вот пусть 1 плюнет меня тот кто скажет что аймаки выглядит ужасно ну нет они выглядят хорошо разноцветные вы можете выбрать для оформления комнаты и это хорошо когда есть разнообразие там не было макбука про там не было airpods новых air так я считаю что бессмысленная штука хотя я участвовал уже нескольких обсуждениях в которых люди прямо выдумывали факты говорят ну samsung вообще за день до apple выпустил так торопились так торопились но у них хуже потому что у apple есть такой супер чип и один и он позволяет лучше чем у самсунга значит навигацию обеспечить неправда метки один в один смарт-тек от самсунг ртк они просто вот идентичны по всем возможностям носов до разный это уже другая история но хотел было рассказать про тима кука который знаете вот потрафили старику изобразили его в виде молодого актера который бегает по кампусу врывается значит в лабораторию где крадет чип м1 который вставляет в те самые ipad pro ipad pro кстати говоря очень интересен потому что старше 12 9 дюйма мини лет экран ну и цена в общем то кто-то говорил 2000 долларов будет нет она поменьше но она такая бодрая все равно но самое главное не в этом на вы знаете вся презентация она была первая презентация в этом году она была ожидаемая она была спокойной для аудитории apple все было правильно правильно расставлены акценты люди готовы отдавать свои деньги это самое главное наверное и здесь в общем то все на позитиве я не считаю что эта презентация может кого-то убедить кто был вне вот этого пузыря и плавского убедить в этот пузырь и зайти и так с криками все тим кук показал мне дорогу тим кук наш рулевой нет этого не произошло конечно но на неделе помимо презентации apple произошло событие которое вот собственно и становится ключевым для нас всех я напомню что я очень недоволен macbook pro который я купил совсем недавно на м1 и его износ износ ssd прямо на глазах то это из по 500 гигабайт в день записывается на ssd хоть и ничего такого не записываю то есть система последней версии системы mac os она тратит ресурс ресурс долговечности этого ноутбука а так как память впаяна вместе с процессором вместе с оперативной памятью ну фактически на выброс весь ноутбук это случится явно после гарантийного срока ну конечно apple не признается в том что есть проблема но они никогда не признаются в своих проблемах мы об этом много раз говорили но выйдите вы скажите ребят извините всякое бывает но вот эта экспериментальная модель мы немножко облажались так бывает и это даже не новости пара то что розетта компилятор по слухам они собираются закрывать оставлять только программы написанные для арм для apple m1 apple m2 нет я хочу поговорить про взлом такого большого контрактного производителя как кванта кванта эта компания которая производит для кучи компании разрабатывает разные устройства в том числе компьютеры частности кванта должна производить новый macbook pro который появится в 2021 году и вот тут и они тоже будут нормы процессорах м2 видимо уже следующего поколения более мощные прочее прочее и вот тут вспоминаем да все что я говорил про macbook и macbook pro предыдущих лет я говорил что apple делает все неправильно у них было в тринадцатом году шикарная машинка разъемы macsave разъем для sd карточек все на месте они сделали хуже клавиатуру они сделали хуже число разъемов и машинка стала неудобопригодные вот эта приставка про выглядела как насмешка хакеры кстати говоря русские ребята они взломали кванту получили доступ к системе требовали выкуп 50 миллионов долларов которые они не получили причем они делали с разными компаниями до того где-то деньги они получали где-то нет что я хочу сказать они опубликовали блюпринты это схема техника будущее компьютера в частности macbook pro и тут выясняется что в двадцать первом году на эти счастью нет пределов сначала надо что-то отнять потом вернуть чтобы счастье появилось так вот появляется разъем для sd карт появляется новая версия macsave которую кстати мы видели ваймаке но аймак это стационарная машинка а тут это все появляется то есть представляете все чего не было много лет лет пять-шесть до вернули вернули обратно и вот у меня как у потребителя macbook pro возникает один простой вопрос да это не то чтобы эволюционное улучшение не было не было не было появилось это понятно там когда я покупаю смартфон и samsung я понимаю что они развиваются по нарастающей до какие-то функции уходит на их незначительное количество там во флагман например micro sd карточка ушла до переживают да плохо наверное но беру тот объем памяти который меня устроит там же отняли нужные полезные вещи заставили пользоваться кучей переходников которые мне лично неудобны и они сжигают мы об этом говорили сжигают материнскую плату периодически хотя стандарт usb тайп си в общем то он для всех стандарт но тем не менее случается так и вот мы приходим к самому главному о чем я хотел вам сказать и просто это вызывает у меня непонимание то есть за это время у меня было куплено два ноутбука на m12 в общей сложности на них потрачено почти 400 тысяч рублей и тут вся такая нарядная компания в этом году выходит и говорит ну ильдар слушай ну ты просто лох мы тебя развели потому что вот эти ноутбуки которые ты купил она мы понимали что они не очень до с ограничениями зато теперь ты сможешь купить ноутбуки чтобы понимать да у меня предыдущий ноутбук проработал семь лет и он в принципе работает до сих пор и сейчас то что мне предлагается вот новая машинка она не лучше моей старой старая была лучше по многим параметрам и она спасала меня в разных ситуациях новая машинка я в ней не уверен от слова совсем у меня нет уверенности что она будет работать нормально вот сейчас начнутся командировки в следующем году и мне что два ноутбука таскать с собой на всякий случай windows и на mac os да скорее на windows перейду но вопрос даже не в этом вопрос в том что в новых макбуках про появляется все то чего мы ждали все чего мы хотели плюс arm процессоры долгое время работы от одной зарядки то есть казалось бы да опять приближение к некому идеалу но я как покупатель я разочарован более того я как покупатель разочарован еще и тем что на данный момент меня так шваркнули очень неплохо они могли все это сделать раньше у них это было все раньше но мне сказали ну слушай это ничего личного бизнес мы не будем копеечные эти разъемы добавлять чтобы тебе было удобно ты должен покупать аксессуары которые я купил на кругленькую сумму то есть на аксессуары было потрачено тысяч двадцать на вот эти два ноутбука почему да потому что они нужны без них работать невозможно ну окей бывает да но и вот появляется новое поколение в двадцать первом году это уже не слух вот блюпринт и схемотехника утекла я могу посоветовать только одно если вы по какой-то причине как я сидите на макбуках слушайте ждите не покупайте сейчас я скрестил пальцы что цена будет примерно такая же потому что последняя презентация показала что apple уперся в потолок они не могут продавать уже дороже чем продают сегодня и мы это видим прям наглядно но ждем новые макбуки макбуки про 2021 года и сочувствую всем кто купил так же как я макбук про в этом году или в прошлом году когда они появились но вы просто выбросили свои деньги скорее всего и есть вот какое-то сосущее чувство такое под ложечкой что я наверно в эти игры с apple прекращаю играть ну потому что это невозможно ты отдаешь значимую сумму денег и ты получаешь не самое лучшее когда я покупаю там флагман от самсунга я понимаю что альтернатив нету я купил самое лучшее за те деньги которые есть но нет альтернатив не существует в этом мире а когда я покупаю apple я понимаю что меня шваркнут ну мало того что на windows куча альтернатив пока не сама компания меня шварка это говорит ну парень извини прошло менее года мы вот тут выкатили новые мы тут неожиданно сообразили что нужны людям разъемы sd-карты и прочее но вопрос цены конечно остается сколько они возьмут за это раньше они на xar пытались заработать сейчас видимо интегрирует и так ценник значимо поднимут но мне это не нравится это неправильный подход к своему потребителю на этом пожалуй все удачи хорошего настроения пока